Чтобы молодежь, получая профессию, не забывала о здоровом образе жизни и для мотивации к занятиям физической культуры и спортом, региональным отделением Общероссийской организации «Юность России» были возобновлены соревнования среди студентов профильных учебных организаций по всей территории Российской Федерации. В первую очередь это и как раз таки спортивный отбор и подготовка спортивного резерва. Многие спортсмены, которые достигали побед на Олимпийских играх, именно выходили из обществ, из студенческих обществ. Я очень благодарен сегодня администрации муниципального образования, руководителям атомной станции и, конечно, всем тем людям, которые помогли провести столь значимые соревнования для всех нас, для смолян. В Десногорске 20 марта прошёл региональный этап соревнований, в котором приняли участие команды из четырёх образовательных организаций Смоленской области. В гости к студентам ДЭКа приехали спортсмены из Козловского многопрофильного аграрного колледжа, техникума отраслевых технологий посёлка Авторемзавод и Рословского многопрофильного колледжа. Очень хорошо, что в нашем регионе началась популяризация спортивных мероприятий, потому что у нас много активных спортивных детей, которые достигают очень хороших спортивных результатов, поэтому нам эти мероприятия очень нужны для выявления вот таких вот самых лучших спортсменов в колледже. Поднятие духа, поднятие здоровья в России полностью, то есть это много стоит. Но я, например, с 10 лет занимаюсь боксом, так что для меня это очень хорошо. Соревнования проводились по четырём видам спорта – это дартс, настольный теннис, шахматы и перетягивание каната. Состязания проходили напряжённо, все участники стремились к победе. После подведения итогов были определены победители в каждом виде. Команда Десногорского энергетического колледжа получила медали и грамоты за победу в дартс и шахматы. Организаторы мероприятия были отмечены благодарственными грамотами. Впереди у ребят ещё соревнования по пяти видам спорта. Команды победителей примут участие в финальных соревнованиях в Смоленске, где определят самую лучшую, которая будет защищать честь области в городе Орёл во второй российской спартакиаде трудовые резервы.